Аллергикам живется тяжело. Кому-то приходится прятаться от кошек и собак, а кому-то опасаться цветов или пыли, мельчайшие частицы которой постоянно летают в воздухе. Аллергия – пич современности. Страшно подумать, но более 30% жителей цивилизованных стран чихают, чешутся, краснеют, пускают слезу и даже задыхаются от совершенно безобидных вещей. Почему так происходит и как с этим быть? Аллергия – это бурная защитная реакция иммунной системы, которую запускает определенный раздражитель. Тяжесть симптомов варьируется от безобидного насморка до анафилактического шока, который грозит смертью. Раздражители тоже бывают очень разными. Например, есть люди, у которых аллергия на воду. К счастью, это не относится к той воде, которую они пьют, иначе долго бы они не протянули. Но любая жидкость, попавшая на кожу, включая собственный пот и слезы, вызывает у этих несчастных сильное раздражение. А самая дикая аллергия, пожалуй, аллергия на сперму. Чаще всего такой недуг встречается у женщин. Но бывает, что не везет даже самим мужчинам. Совершенно непонятно, почему организм может быть так активно настроен против продолжения рода, и тем более практически против самого себя. Но это факт. Все это звучит настораживающе, особенно в свете того, что аллергию до сих пор не умеют эффективно лечить, только на какое-то время устранять симптомы. И при всем при этом, об аллергии впервые заговорили только в 19 веке. До этого ее практически не было. Конечно, можно предположить, что дело в диагностике. Медицина была намного слабее, и доступ к ней был далеко не у всех. Но научно доказано, что аллергия была болезнью богачей. В то время как низшие слои общества жили в нужде и грязи, зажиточные особы страдали от кожных раздражений и других неприятных симптомов. Почему? Ведь это плохие условия жизни должны способствовать развитию болезней, а не наоборот. Ничего не случается просто так. Самая распространенная теория возникновения аллергии и аллергическая эпидемия, которая происходит в последние несколько десятков лет, связана именно с уровнем жизни людей. Ученые считают, что несмотря на многочисленные экологические проблемы, в большинстве мы живем слишком хорошо. То же касалось и богачей в 19 веке. Они были чересчур нежны. Наша иммунная система веками училась защищаться от всего, что может угрожать здоровью и жизни. Сейчас таких вещей стало намного меньше. Никакой антисанитарии, никаких эпидемий чумы, ежедневный душ. А если дело касается детей, вообще практически стерильное окружение. Вот и приходится иммунитету бунтовать из-за невинных вещей. В странах Африки, например, об аллергии не слышали до сих пор. Организм жителя прогрессивной страны, не найдя реальных поводов для беспокойства, перестраховывается. Однако сильному росту числа аллергиков способствует и экологическая ситуация. По некоторым подсчетам из-за глобального потепления, сезон цветения растений за последние 15 лет в целом стал дольше на целых 4 недели. Это означает 4 недели насморка, красных глаз и прочих радостей. Но худшее, как обычно, еще впереди. К 2040 году ученые прогнозируют такое резкое увеличение количества пыльцы, что есть повод задуматься об эмиграции на Марс. Неужели аллергия нужна только для того, чтобы сделать жизнь человека сложнее? Нет? У этой болезни есть обратная сторона. Врачи обнаружили, что иммуноглубилины, антитела, которые более активны у аллергиков, чем у здоровых людей, способны противостоять раку. Эти сложные белки, гликопротеины, могут связываться с белками в других клетках, благодаря чему запускается процесс уничтожения. Выходит, аллергия до сих пор защищает нас. Так что не стоит расстраиваться. Может, вам и не суждено завести кошку или насладиться прогулкой на лавандовых полях Прованса. Зато благодаря одной чуме 21 века вы избежите другой чумы. Согласитесь, не так уж сложно носить с собой упаковку одноразовых платков. Две самые распространённые причины, по которым землянина может плющить, это магнитные бури и повышенное или пониженное атмосферное давление. Это грозит малоприятными для человека вещами. Мигренями, болями в области уже заживших травм, общей слабостью и даже инфарктами и инсультами. Мы чувствительны ко всему, что связано с магнетизмом, из-за того, что в нашем организме куща железа. Возмущение геомагнитного поля нарушает привычную микроциркуляцию в маленьких сосудах-капиллярах человека, из-за чего кровь может плохо поступать в мозг и сердце.